Привет! Сегодня к вам с рецептом овощной универсальной приправы ко всем блюдам. Люблю добавлять ее в первые блюда. С такой приправой они становятся еще вкуснее. Делаю обычно, когда нужно разгрузить холодильник от овощей и зелени, чтобы не пропало. Еще покажу, для чего я сушу много моркови. Я ее не только добавляю в блюдо, но и завариваю чай. Бабушка еще так делала. И покажу, как делаю грибной порошок для соусов и супов. Итак, овощи моем, чистим, обсушиваем. Репчатый лук порежем полукольцами. Морковь натрем на крупной терке. Перец болгарский порежем соломкой. Порежем сельдерей. Баклажаны очищаем от кожи, режем соломкой. Зубчики чеснока очистим и порежем пластинками. Грибы моем, обсушиваем, режем на пластинке. У меня сегодня шампиньоны. Зелень хорошо промываем, обсушиваем. У меня сегодня зелень укропа и петрушки. Берем поддоны от сушилки, раскладываем подготовленную зелень, овощи и грибы. Недавно дочери подарила вот такую стильную небольшую сушилку с технологией Airflow Max. Оптимизированная циркуляция воздуха для равномерной сушки. Отвечает за равномерное распределение воздуха по всей сушильной камере, исключая слепые зоны и обеспечивая однородную сушку продуктов. Гарантирована равномерная сушка на всех уровнях сушилки без необходимости переставлять поддоны во время сушки. Простая в использовании, есть защита от перегрева. Мощность такой сушилки 450 ватт. В комплекте 6 лотков из нержавеющей стали, лоток для пастилы и лоток для крошек. В общем, то, что нужно для моей дочери. Она любит в ней сушить бананы, дыню, яблоки, апельсины, пастилу, безе. Устанавливаем поддоны. Устанавливаем температуру 55 градусов, время 12 часов. Времени может потребоваться больше или меньше, все зависит от нарезки овощей. Овощи должны хорошо высохнуть, при нажатии они должны ломаться. Как только овощи высохнут, перекладываем их в миску. Можно смешать, можно по отдельности. Я смешиваю, перемалываю в блендере. Теперь добавляю 2-3 столовые ложки соли для лучшего хранения. И перемешиваю, приправа готова. Грибы я измельчаю отдельно. Добавляю 1-2 столовые ложки соли. Иногда добавляю мускатный орех. Он усиливает аромат и вкус грибов. И убираю на хранение в плотной закрытой крышкой банке. И конечно же морковный чай. В чайник просто кладу сушеную морковь, щепотку чая и заливаю кипятком. Даю настояться пару минут и можно пить. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Буду рада помочь. Для быстрой связи пишите мне в мой телеграм-канал. Я там всегда на связи. А я вам желаю отличного настроения. Кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok